В гибридной войне парламент Латвии принял меры обороны. Лучшие обороны, как известно, нападение. В четверг парламент во втором и окончательном чтении одобрил проект по предотвращению угроз суверенитету Латвии. Под давлением критиков наиболее далеко идущие нормы закона его авторам пришлось удалить, но общий смысл остался репрессивным. Подобные инициативы многим политикам в Латвии напомнили поведение восточного соседа. Дух и букву нового закона сравнил Евгений Эрлих. Социалистическая партия, чего уж там, явный маргинал на политической сцене Латвии. Но только люди с красным флагом отважились организовать пикет против нового уголовного кодекса страны. Вся остальная общественность, хоть и бушевала почти два месяца к ряду, осталась дома. В итоге ничто не помешало депутатам Сейма принять, как здесь говорят, антишпионские законы. Генерал-афганец Карлис Креслинч поясняет. Я был очень удивлен, когда в российском телевидении, мне кажется, НТВ показался видеоролик, где бывший военнослужащий латвийской армии предлагал свои услуги разведки, что у него есть информация и так далее. И когда я вопрос задал генеральному прокурору, ну и что с этим человеком? А у нас нет закона, чтобы его судить. Конечно, это меня вызвало сразу, ну как так бывает, когда в открытую человек предлагает свои услуги, чтобы продать секреты, ну какие у него там были. И после этого сказать, что в законе нет у нас возможности осудить, это мне вызвало такое, ну негативное. А теперь есть. А сейчас есть. Против новых законов редкий случай. Единым фронтом выступили все местные СМИ. Латвийский Союз журналистов назвал их законами военного времени. Да, отвечают с трибуны Сейма, мы давно уже на гибридной войне. И теперь спецслужбы полноценно могут бороться с теми, кто выступает против суверенитета Латвии. Другой вопрос, как юридически трактовать такую угрозу? Судя по комментариям, максимально широко. Профессор Сергей Круг призывает теперь взвешивать каждое слово. Высказал человек где-то слово какое-то в фейсбуке или дружеской беседе, то это уже уголовное деяние, потому что само сказанное слово, я сейчас не придумываю так и записанно в этих комментариях, само сказанное слово, скажем, критика государственности, она уже подрывает основу государственных. Вот ваше интервью тоже можно интерпретировать как нанесение вреда латвийскому государству. Да, по новому закону, тем более, что я общаюсь с иностранным средством массовой информации, я критикую законотворческий акт, а это подрыв основ государства. Вас посадят? Ну, по новому закону должны. Закон принимали в срочном порядке, ему был дан статус экстренного. Юристы качали головой, а социальные ленты постили советские плакаты, графически поясняя, куда движется Латвия. Несмотря на жесткую критику со стороны латвийских журналистов, политиков и политологов, и несмотря даже на то, что президент страны лично попросил депутатов взвесить все за и против и не спешить, депутаты поспешили и уже во втором чтении приняли новые поправки к уголовному кодексу. И теперь вот латвийские журналисты, политики и политологи интересуются у депутатов, что, собственно говоря, они имели в виду. Солвито Абблтоне, глава комиссии Сейма по безопасности, дает интервью российским журналистам. И тем самым она уже рискует. Ведь непонятно, как ее слова интерпретируют в Москве. А если во вред Латвии? Но депутат настаивает, законы хорошие, журналисты плохие. Ну, это толкование некоторых журналистов. Где баланс между тем, между свободой и словом, и все-таки общественными интересами. Это всегда должно быть соблюдено. В демократической Латвии, говорят депутаты, нет места произволу. Новый УК лишь уточняет конкретные нормы. Критики закона показывают на Максима Коптелова. Максим, сам того не желая, теперь знаменит на всю Латвию. Может раздавать автографы. Самое интересное, вначале полиция безопасности заявила, что она заинтересовалась шуткой. То есть она сама признала, что это шутка. Но потом, видимо, решили как-то припугнуть. Два года назад, в разгар украинских событий, Максим поместил на американском сайте петицию с призывом присоединить Латвию к России. В России, мол, выше зарплата и пенсия, и всем будет хорошо. Обращение до сих пор в эфире, до сих пор идет голосование. Но внизу крупно приписка. Документ является шуткой. Глупая шутка. Это признают все. Однако дело получилось серьезным. Коптелова год ловили, хотя он не скрывался. А потом еще год судили. Вот полный приговор. Начинается он так. Производя опрос, Максим Коптелов призывал в интернете, производя опрос. То есть у меня за опрос на полгода в тюрьме. Нигде не написали, как в полном тексте, что это шутка. За публичный призыв к ликвидации независимости Латвии Коптелову дали полгода. По новому закону получил бы пять лет. Так что ему еще повезло. А вот что будет с журналистом Денисом Борецким, уже непонятно. Дабы довести ситуацию еще до полного абсурда, я опубликовал, собственно, петицию за присоединение Латвии к США. Да, это была моя петиция. После приговора к Коптелову Денис Борецкий на том же сайте опубликовал свою шутку. Присоединиться к США. Это была сознательная, по-журналистски дерзкая провокация. И к нему тоже пришли. С обыском. Тут о каких-то понятиях даже свободы слова вообще нет смысла. Ну, в такой комедии абсурда даже упоминать какие-то вот такие пафосные понятия не хочется. Ну, мы начинаем судить за шутки. Как так? Ну, я не очень это представляю. А если бы он не написал, что это шутка, тогда двадцатку бы дали. После Коптелова и Борецкого злить полицию безопасности желающих больше нет. Поэтому на том же сайте появилось третье предложение объединиться с Галактической империей. В новом уголовном кодексе Галактическая империя не значится. По поводу норм, понятно, что есть отличия между статьями уголовного закона. Когда мы говорим о краже, мы понимаем, то есть можно написать четко, взял чужое наказание, то же самое телесные повреждения. Когда мы говорим «угроза государства», мы не можем в статье все перечислить. И поэтому идет такая общая формулировка. Но и она должна быть не чрезмерно широкой. Я считаю, что то, что мы сегодня приняли, оно соразмерно, и оно может быть эффективно. Юрист Андрей Юдин был одним из тех, кто больше всех критиковал новый УК, но проголосовал за. Его критику учли. Юрист Валерий Агешин голосовал против. Его не услышали. Если вы объединяетесь в организованную группу с целью вести деятельность, направленную против Латвийской Республики... То есть мы группа журналистов, это же организованная группа уже? Очень не хотелось бы, чтобы так широко трактовались нормы этого закона. Но их можно так трактовать? Теоретически, да. Коллектив журналистов, который выступает с критикой власти, называется средством массовой информации. Собственно, СМИ должны критиковать власть, указывать на ошибки. Латвийские СМИ долго указывали Сейма, что по новому закону они автоматически рискуют стать врагами Родины. В теории. Теперь осталось проверить на практике. Евгения Верли, Данил Жилинский, Евгений Павлов, Балтийское бюро РТВА. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова